Среди участников соревнований по велоспорту сестры Ульяна и Валентина. Они представляют разные города Тюмени, Санкт-Петербург. Девушки прибыли на всероссийские соревнования впервые и уже испытали свои силы в индивидуальных заездах. Позже сестры поборются за место в групповых конках, что станет для них еще одним шагом на пути к успеху в новом виде спорта. Ведь ранее они показывали свои силы в триатлоне. Было тяжеловато, конечно. Мне кажется, я могла проехать гораздо лучше. Я первый раз на такой трассе езжу. Непривычно. Потому что до этого в основном разделку ездили именно на прямом шоссе. И, возможно, где-то были подъемы и спуски. А тут больше не понадобится биатлонную трассу. Сессию подготовки и моральной поддержки сестер обеспечивает их отец, который является их тренером. Он принял решение привести девочек на эти соревнования, чтобы расширить горизонты и дать возможность реализовать свой потенциал в велоспорте. Самая основная задача – это здоровье детей. Занимаемся развитием детей, как и все тренеры по велоспорту, по триатлону. Это и бассейн, и зимой бег, и велосипед, велостанок, тренажерный зал. В этом году всероссийские соревнования имени выдающегося тренера СССР Владимира Петрова проходят в шестой раз. В них участвует около 300 человек в возрасте 15-16 лет. Приезжают все с удовольствием, потому что мы в центре России, не надо никуда ездить далеко. География от Санкт-Петербурга до Иркутска. Вот кто вот здесь, все они приехали и находятся здесь и соревнуются. Велоспорт – это не такой легкий вид спорта, как кажется, что ты едешь просто на велосипеде и кручешь педали. Нет. Есть гора, есть, как сказать, где надо четко отрабатывать въезд в гору и тому подобное. Соревнования продлятся три дня, в течение которых юные спортсмены примут участие в различных дисциплинах и получат свои заветные медали. Августина Охременко, Константин Головин. События.